Инстардинг представляет Дензел Вашингтон Только вперед Я понял одно Ты ничего не добьешься в жизни, если не готов брать на себя риски Ничего Нельсон Мандела сказал Нет жизни и страсти там, где ты играешь по мелкому И живешь гораздо ниже того уровня, которого ты достоин Каждый из нас сталкивался с выбором при поступлении в колледж и выборе специальностей Каждый думал о том, куда идти дальше Я уверен, что многие говорили вам Нужно выбрать что-то простое и надежное Выбрать что-то, на что можно положиться Я никогда не понимал этой концепции Ни на что нельзя стопроцентно положиться Что бы вы ни выбрали Везде будут взлеты и падения Так что лучше выбирать то, что вам действительно нравится Вам нужно научиться встречать неудачи лицом к лицу Иначе вы ничего не добьетесь ни в одной сфере Делайте сколько угодно попыток, но никогда не сдавайтесь Это как задание на IQ-тесте Где нужно через 9 точек провести 4 линии При этом не отрывая карандаш от бумаги Единственный способ сделать это Выйти за границы этих точек Не бойтесь мыслить нестандартно Не бойтесь неудач Не бойтесь мечтать о большем Помните Мечты Без целей Это просто мысли За свою карьеру Реджи Джексон не смог отбить мяч 7800 раз Это рекорд в истории бейсбола Но люди не помнят промахи Люди помнят яркие победы Поэтому только вперед Томас Эдисон совершил тысячу неудачных экспериментов Вы это знали? Я этого не знал Но все знают, что Томас Эдисон изобрел лампочку Только вперед Каждый неудачный эксперимент на один шаг приближает вас к успеху Вы должны рисковать Я уверен, что вы уже слышали об этом раньше Но я хочу поговорить с вами о том, почему это так важно В какой-то момент вы потерпите неудачу Примите это Это уже произошло Вы будете оказываться в неловких ситуациях Вы будете чувствовать себя полным ничтожеством Но это неизбежно Вам может быть очень больно Но время не вернуть Поэтому примите это И продолжайте двигаться вперед В актерском деле меня все время подстерегали неудач В начале своей карьеры я проходил прослушивание в бродвейский мюзикл Идеальная роль для меня, подумал я За исключением того факта, что я не умею петь Я не получил эту работу Но дело в том Что я не бросил это Я не сдался Я сделал шаг в сторону, чтобы подготовиться к следующему прослушиванию И к следующему прослушиванию Я молился Молился и снова молился И все же продолжал терпеть неудачу за неудачей Но я двигался вперед Есть старая поговорка Если вы болтаетесь вокруг парикмахерской достаточно долго То рано или поздно вам придется подстричься Если вы не сдадитесь Вы рано или поздно поймаете свой момент В прошлом году Я сыграл в одной пьесе на бродвее И самое интересное то, что это было именно в том театре В котором я провалил свое первое прослушивание 30 лет назад Каждый из вас умен и обладает определенными навыками Но хватит ли у вас мужества преодолеть неудачу? Если вы не терпите неудач, то даже и не надеетесь, что достигнете того, чего у вас никогда не было Вам нужно сделать то, что вы никогда не делали, чтобы получить то, чего у вас никогда не было Представьте, что вы умираете, и вокруг вашей кровати стоят духи вашего нереализованного потенциала Духи ваших идей, которые вы так и не реализовали Духи ваших талантов, которыми вы так и не воспользовались Они стоят вокруг вашей кровати Злые, разочарованные и огорченные Они говорят, мы пришли к тебе, потому что ты не дал нам реализоваться И теперь мы должны умереть вместе с тобой Поэтому я спрашиваю вас Сколько духов соберется вокруг вашей кровати, когда придет ваше время? И последнее, что я хочу сказать о неудачах Иногда Это лучший способ понять Куда ты движешься Ваша дорога жизни никогда не будет прямой Я начал в Фортхенском университете в качестве студента дошкольного образования Я взял себе курс под названием «Морфогенез сердца» Я не мог прочитать это, я не мог выговорить это И, конечно же, не мог сдать это И тогда я решил перейти на юридический факультет Затем на журналистику И все без толку, мои оценки становились все хуже и хуже Мой средний балл был 1,8 И университет очень вежливо намекнул мне, что пора это заканчивать Мне было 20 лет, и я тогда был на самом дне И вот однажды, я помню этот день, 27 марта 1975 года Я помогал маме в ее салоне красоты Моя мама владела салоном красоты в Верноне И там была одна очень пожилая женщина Я не знал ее лично, но каждый раз, когда я смотрел в зеркало, она была позади меня Она смотрела на меня, просто продолжала смотреть на меня Каждый раз, когда я смотрел на нее, она очень странно смотрела на меня И вот, когда она сняла сушилку со своей головы, то сказала мне слова, которых я никогда не забуду Она сказала, юноша, у меня есть дар пророчества На тебя будут смотреть по всему миру, и ты будешь разговаривать с миллионами людей И в последующие годы, как и предсказывала эта женщина, на меня смотрели по всему миру И я разговаривал с миллионами людей через свои фильмы Вот как изменилась моя жизнь Поэтому никогда не сдавайтесь А если упали, все равно продолжайте говорить себе Только вперед Я недавно вернулся из Южной Африки Это прекрасная страна, но там есть места, где царит настоящая нищета И им нужна ваша помощь И Африка — это только верхушка айсберга Ближний Восток нуждается в вашей помощи И наша страна нуждается в вашей помощи Что вы собираетесь делать с тем, что у вас есть? Не растеряйте ваши таланты на нелюбимой работе Не дайте погаснуть вашему пламени У некоторых из вас развита коммуникабельность У кого-то есть специальные знания Кто-то обладает добротой и любовью А кто-то обладает настойчивостью Что бы это ни было Каким бы ни был ваш дар, главное то, что вы собираетесь с ним сделать Этому миру нужны вы Поэтому вам придется отдать все, что у вас есть Будь то ваше время Ваши таланты Или ваши способности Помогите этому миру И он поможет вам Если ты молишь небеса о дожде Будь готов черпать сапогами грязь Дензел, Вашингтон Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok